Роман Михайлович тоже ничего не нравится. Чуть-чуть переведу в более такой не формат, может быть. Знаете, а я объездил бы на САА. Именно не как туристов. Был я в институтах, в секциональных станциях, в Иордании, в Италии, в Тулкции, в Египте, в Китае. Вот так, естественно, люди перечисляли, да? Вот. Что за Вавиловскую коллекцию у Китается Родина. И они делают из того, что у них есть, какие-то наработки, где-то что-то спёрли, то, что мы сейчас сажаем. Вот фирма Sakato, да? Вроде бы японская фирма, но, по сути дела, это фирма, которая собирает со всего мира самое лучшее. Фирма «Семья» то же самое. Производили это они в Иране, ой, даже не в Иране, но в таких бедных странах семена, где, правда, не скультурно мало чувствуют. Вот. И, в конце концов, семена нам придётся по хорошей цене. Мы вынуждены покупать, потому что этого требует рынок. Я как производитель говорю. То есть, у бахчигодов есть правило. Если у тебя есть полив, сажай гибрид. Если у тебя нет полива, то сажай сорта. Почему сорта? Потому что они более устойчивы к внешним факторам. Но, если ты сажаешь их на поливе сорта, то, получается, ты не наберёшь того килограмма, который ты можешь набрать с помощью гибридов. Плюс определённой разновидности гибридов сейчас очень много. Вот, к примеру, я продолжу про не очень хорошее отношение к нашим селекционерам у нас в России. Селекционеры в Европе получают 250 тысяч рублей, если на ваше время. А у нас в России селекционер получает 10 тысяч рублей и вынужден подрабатывать на сезон. А девчата работают в правом обществе. Вообще обалденно. У нас такая коллекция есть. И получается, а мы тут не можем ей воспользоваться для того, чтобы скрестить и правильно всё сделать. Получается, на этом зарабатывать. Блин, в России можно весь мир обеспечить такими продуктами, что весь мир будет покупать семена именно в России. Ну, здесь крестьянин, я смотрю, да? Получается, представитель крестьянина видишь, да? Ну, да. Такое видео представитель крестьянина и вот... Это будет на портале. Да, да. Видео, запись ведётся... Уважаемое правительство, обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос. Если мы сейчас не будем обращать, то завтра это будет пусто. Как бы это ни прискорбно звучало. Да, мы патриоты, мы любим свою страну. Но мы не можем, фермерам, мы не можем использовать те сорта, которые производились 20 лет назад. Если в Китае приезжать к своему станцию в Шанхай, там, в институт, и говорю, так и так, какие у вас сорта есть, они говорят, не задавайте нам таких вопросов, какой вам нужен. Через год мы вам сделаем. И реально я видел, как это всё происходит в теплицах за год. Два оборота делается, выбираются семена, гибритизация проходит. У них стоят в каждом институте по миллиарду, по два миллиарда стоит оборудование. Засовываешь туда лист, тебе полностью спектральный анализ каждого арбуза. И плюс тебе показывают, какую схему, что с кем скрестить, чтобы получить именно то, что ты хочешь. И через год у тебя будут семена. У нас в России для этого нужно сделать 10-15 лет, и то не факт, что это произойдёт. И получается, нам не доплачивают, потому что, ну, то есть, не платятся хорошие деньги, чтобы дополнительных специалистов выделить семенционерам или тем людям, которые работают. То есть, не дорабатываются сорта до конца. То есть, эти сорта становятся неориентабельными на рынке. Ещё раз повторюсь, у нас в Мариумовской коллекции есть. Вау, большая. Да, то есть, ну, тупиковая ситуация, реально. Всё, всего лишь из-за недостатка финансирования таких. Их немного осталось. Я приезжаю в институт в Танузя, это Астраханский. Он вот-вот обрушится. И он уже сейчас расформировался. Сюда приезжаю. Ну, извините, не в обиду. Но, блин, мы встречаемся, разговариваем на эти темы в том здании, где, ну, оно не очень такого формата, чтобы селекционеры здесь сидели и разговаривали. То есть, другой вид. Тоже в Краснодаре. Да ё-моё, блин, люди, ну, поднимите голову, а? Ну, правительство, поднимите голову, посмотрите на это с другой стороны. А потом мы будем... Через 10 лет мы не будем себя угробить то, что у нас есть свои семена. Сейчас уже 99 процентов, ну, 99-95 процентов рынка это импортные семена. Хотя та же фирма, извините, поиск, да, называет там атаманом тот же огурец. На самом деле он притянут из Китая. Ну, это реально так. Ну, хочу попросить ещё раз правительства обратить на это внимание. А во виловской коллекции хочу пожелать то, чтобы она никуда, при любых условиях, никуда не уходила. Это ваша гордость, да? Да, да. Выдать оружие, чтобы отстреливали прямо на подходе. А что здесь? Теперь о собственном опыте вашего хозяйства. Это реализация с поля всего урожая, выращенного, площади, прививки и так далее. Получается всего у нас 1000 гектаров. Выращиваем арбуза порядка, ну, до 100 гектаров, поливного у нас каждый год. Реализуем всё это с одной единственной торговой точки, которая у нас, так сказать, раскручена в рекламном, в моделинговом плане. Да, и я сам по образованию экономистов. Изначально, да, пришлось изучить всё подноготное по арбузу от клетки до реализации. Занимается хозяйством с 2007 года. Сейчас мы дошли до момента прививки в стадии. То есть раньше сажали в огород, потом перешли на полив, на капельный полив. Потом стали использовать туннели, те же, как их называют, корейские технологии. Далее, вот в этом году, точнее, 4 года уже мы учились прививать. В Иорданию фирма, кстати, у нас самая гриматка возила для того, чтобы научить нас прививать. И мы научились прививать, там группа небольшая из россиян была. И вот в этом году мы уже привили 120 тысяч растений и высадили. По этому году у нас, кстати, вы сказали, у вас здесь выпадает порядка 500 миллиметров, у нас выпадает где-то 160 миллиметров осады. Вот, мы получаем урожай в этом году на прививке порядка 40 тонн с гектара. Вот арбуза. Причём он качественный и, если взять просто даже полив, мы получили в этом году где-то 18 тонн с гектара товарного арбуза. Багару и вообще, не знаю, мы ещё и видели. У нас есть участок небольшой Багару и спецполива. Его, наверное, и собирать не будем, потому что там все маленькие. Ну, я думаю. Это у нас в Старопольском крае реально такая ситуация. А где? В Врачевский район. Врачевский район. Врачевский район. Классно. Вот. Значит, в 2014 году мы, так как у нас 1000 гектаров, мы занимаемся не только выращиванием бахчевых, но и также зерновой культур. Тут у нас скопилось много сено-соломы. Мы рядом с бахчёй решили сделать строга сено из соломы. Ну, просто сделали их чуть-чуть для детей, для своих же детей, чтобы они попрыгали в виде замков, в виде мишек. И, как раз таки, тут начали возрождаться соцсети. Это и Инстаграмы, и Одноклассники, и ВКонтакты. Ну, и тут появились же места девочки, места мамочки, которые стали быстро же фотографироваться. И на этом, можно сказать, по-молодёжному хайпе начали двигаться в этом направлении. И, значит, стало всё больше и больше остановиться людей. Реализация улучшилась. Выращиваем, то есть, испытали мы с разных стран сортовых гибридов более 600 сортов гибридов арбузов и более 400 сортовых гибридов дыни. Испытали, выбрали для себя устойчивым болезням, повредителям частично. Это 42 сорта арбузов. И, кстати, дыр, но мы только используем только российскую. Импортную мы его используем, выращивали. Почему? Потому что не получается типы ананасов, которые в основном импортные компании предлагали. Не нравится народу именно этот вкус. Потому что, ну, слишком мягкий, слишком не сладкий. И транспортировка не подходит. Вот. Сейчас уже, кстати, для конкуренции приходят новые канарские дыни. Это из Китая, из Америки. Которые уже начинают конкуренцию составлять наши дыни. Мы видим это. Ну, я говорю, как есть. То есть так. Я знаю, что некоторые фирмы воруют дыню, везут и переделывают ее. Нашу российскую, наш пуст, типа колхозницы. Колхозницы берут и переделывают. И вот на фирмы начинают продать по 3-4 рубля семечки. Ну, остановить это неизвестно можно или нет. Но, скорее всего, можно, если просто профинансировать семеноводство в России, овощеводство в России. Ну, и правильно организовать. Что про нас сказать? Ну, сейчас мы реализуем с торговой точки порядка, ну, до 2000 тонн. В период, да, полурозничной цены. В Краснодарском крае это законодательно очень тяжело сделать и анализировать. Почему? Потому что определенные точки делаются с определенной тематикой должны быть. Я вижу, езжу в Краснодар. И, ну, как бы, довольно-таки сложно это сделать. Мы, с одной стороны, это делали еще с 2014 года. И вот сейчас, в данный момент, у нас торговая точка. На приватке мы стараемся так выращивать, чтобы не менее десяти сортов постоянно было. И у нас работает соломенный парк. В парк в прошлом году посещало, ну, в среднем где-то 1200 человек в день. Ну, это брать и будни, и выходные. Ну, это средний, так сказать. Вот. У нас 6-го числа будет Аграбату. Значит, всероссийский конкурс на самый крупный август, на самую крупную тыкву, и на самый сладкий август, и на самую сладкую дыню. Принять участие может любой человек, приехав в 9 часов 6 сентября, и записать как участие. Вот. Приглашаю краснодарцев, приезжайте к нам. Будет интересно, мы постараемся устроить праздник. Телефон или что? Инстаграм. Инстаграм. Батча Парамарёв. Есть. В Инстаграме. В Инстаграме Батча Парамарёв можно будет через директ, если что обращаться. Приглашаю вас также. Приезжайте. Обязательно. Будет, должно быть очень интересно. Уже к конкурсантам будут, конкурсанты приедут 100%, ну, 99, так сказать. Даже с Беларуси, с Оренбурга, с Краснодарского края. Двое, как минимум, приедут. И, ну, то есть, уже из Курган, с Алтая, прилипаться Армузы. Тоже мы уже ведем беседу, и они обязательно. Когда это будет? 6 сентября. А жюри кто? В жюри будет комиссия, значит, по РСТ, по весу. То есть, будут весы проверять все это. Также жюри будет первый канал НТВ. Расселять, как жюри выступать. Да? Чтобы, ну, что-нибудь, каких-то лабираций ненужных не было. По сути дела, все будет честно и правильно. Так что, привозите свои арбузы. Привозите на какой-то конкурс. Может, подойдет, да и не привозите. А вот конкурс у нас самый сладкий должен получиться. Роман Александрович, сразу есть предложение. Вот Анна Генриховна, жюри. Будет, представляете нам, что… Очень запутан. Так что, ну, Анна Генриховна, приглашаю. Их контакты полезные возникают. Да. Это одна из главных задач нашего клуба «Грознотаков», чтобы сводить заинтересованные стороны. Да. Роман Александрович, а скажите, вот у Вас есть опыт защиты арбузов от градобоя. Тема очень важная для Юга России, где град часто уничтожает труды вогчеводов. Маленькая дырочка – и все, пропал арбуз. Да. Мы почему перешли на прививку? Ну, это от градобоя очень сильно защищает прививку. Почему? Потому что, значит, кора не утолщается на арбузе, а становится более упругой. Плюс лист более становится жестким. И, ну, понятное дело, от крупного града никто не застрахован. А мелкий град, который как раз таки вредит на арбузе, да, в момент созревания. Вот были моменты, когда град проходит там, где прививка, там все остается, а там, где просто арбуз рос без прививки, там уничтожается. И таких примеров очень много. И не только у меня, а также у Андрея Шляхова с Бургородской области. В прошлом году у него прошел град, сильный причем. Причем большевишний град был светом. И, значит, там, где прививка, у него остался урожай. Там, где не было прививки, там все скосило, подукнуло. И все осталось очень приятно. Вот так. Это один из видов перестраховки. Урожайность на прививке увеличивается в два раза. Ну, если взять корень арбуза, это порядка 6 кубов занимает, обычного. То на прививке до 18 кубов. То есть, площадь питания, урожайность, качество плода очень хорошо. По сути дела, прививкой занимается Япония. Ну, то есть, все азиатские страны, все жаркие страны, где очень трудно выращивается арбуз. И у них достигает 90-95% всего арбуза, который выращивается, ну, в их странах. То есть, это очень эффективная вещь, которую нужно применять. И хотите стабильно вырожать, в общем, применяйте прививку. Да, это сложности. Прививать в феврале, в марте месяце нужно утеплить, выращивать саженцы, между собой прищепкой там срезать. Да, но это дает результат. Дает мощный результат. То есть, я в Равдане задаю вопрос, сколько вы максимально получаете урожай на прививке? Секундочку, я помешу. 360. Цена какая, Ром? Цена чего? Цена, получается, одного растения. За счетом отхода, неопытности иногда и всего выходит где-то 20 рублей саженцы. Готовы перед посадкой в поле. Вот. То есть, цена примерно стоит по двое. Он специально идет. Обычная вагинария зачастую не руда. Специальный подвой. Таких фирм, как Соката, покупаем. Хотя могли бы сделать и сами. Да. Вот. То есть, покупаем тоже за 2 рубля 20 копеек одну семечку. Потом, затраты на сами семена, плюс выращивание на теплице и приживление. И, в конце концов, выходит в среднем 20 рублей саженцы. Вот. То есть, мы реально получали 84 тонн из гектара на прививку в прошлом году. Реально, да? То есть, ну, нам нужно было увеличить количество... А! Ну, кстати, посадка прививки максимум 4 тысячи корневых гектарей. Если август сажаем в среднем, чтобы 6 тысяч было. То в Иордании в Курюде сажаем 2 тысячи корневых гектарей. Вот так. То есть, оно само по себе окупается из-за того, что меньше растений. Но это только с помощью полива и высоких технологий. Обязательно нужно использовать бактерии. Бактерии для... Ну, от корневых все равно. Хоть она не болеет корневыми гнилями, но нужно создать среду ей. Для того, чтобы она была расслаблена. Обязательно глубокая сажка. Ну, в принципе, там много нюансов. Если более подробно, я вам расскажу. Вот так. Отечественные аромы заворачиваются с 40? Да. Ворачиваем не больше таких процентов. Это русская березка. Холодок. Ну, там по гектару выращиваем. Для того, чтобы в конце просто дольше похоронить. И для того, чтобы просто подавать в более холодный период, когда уже спрос падает. Дыню, я еще говорю, мы выращиваем только российскую и 5% российских сортов. Роман Александрович, а вот вы сюда ехали, у вас же был и свой интерес познакомиться с стародавними сортами или повторами. Мы разрождаем сорт «Мурашку». У нас изначально, то есть с 54-го года, начиная в нашем Грачевском районе, тогда он был Спитцовский район, и выращивали спитцовские арбузы. Это мраморный круглый арбуз, на котором наш район в 50-е и 60-е годы сделал всю экономику. То есть, построены были клубы за счет арбузов, построены все памятники. И реально это так было, да, отправляли большие партии арбузов вагонами в Москву, в Сибирь. Они были круглые, ну, мраморный белый, грубо говоря, арбуз, с крупной косточкой. Они очень нетранспортабельны были, но все равно их возили. Мы нашли у бабушки с 54-го года в баночках семена, обменяли на багажник арбузов из семей. И в течение 10-ти лет, изолируя этот сорт, постоянно переопыляли. Ну, вроде бы, как добились. Теперь мы договорились с фирмой «Саката», чтобы она доработала этот арбуз, не знаю где. Но, в конце концов, мы опять же эти семена будем покупать у фирмы «Саката». Вот так вот. Да, то есть проделали много работы, много времени ушло, нашли этот материал. И, в конце концов, мы отдадим фирме для того, чтобы купить у нее эту семена. Но мы идем это намеренно, потому что нам нужно возродить сорт. Для того, чтобы к нам приезжали за арбузом именно в наше место, за уникальным арбузом. Вот. И этим мы притягиваем народ к себе. Вот так. Представьтесь, пожалуйста, вопрос. Как Вы попали в Абданиев на обучение? И планируете ли Вы у себя организовать обучение? Нет. Не планирую я обучение у себя организовать. Просто это не так сложно, как кажется, чтобы это все делать. Да. Если лично, мы фирмы, я так понимаю. Да. Ну, давайте обвиняемся контактами. Вы приедете к нам просто в февральный вес, когда девчата будут прививать. Вы просто посмотрите на это все. Вот так. Ну, так чисто по-человечески. Да. Вот. Как попало в Абданиев? Значит, мы испытывали, как я говорил, более 600 сортовых гибридов арбузов. И нам разные фирмы, как Саката, там Агримарка. Агримарка – это изначально иорданская компания. Там американские компании. Да и на испытаниях семинар. Типа, посадите у себя на поле, посмотрите, что да как они себя ведут у вас на полях. Ну, мы занимались испытаниями и поставили условия против того, что мы вам испытаем на нашей российской земле ваши семинар, но только вы нас свозите и научите вот этому, вот этому. Мы изначально знали, что есть в иордане там прививка. И, ну, может быть, не так это, может быть, звучало так резко, как поставили условия, а, ну, в конце концов фирма пригласила, поехали, поехали. Оплатили за нас бешеные деньги, за нас там четверых человек. Жили мы очень хорошо на Черном море купались, да, и нас возили по фермерам и показывали, как непосредственно прививать. Спасибо фермерам и марка за это. Вот так мы и попали в иордане и научились. Еще вопрос. Алексей Васильевич, у вас есть вопросы? Сейчас нет вопросов? Да. Ну, я, наверное, могу голосовый. Да, да. Спасибо огромное, потому что, действительно, очень тебе спасибо, что вы приехали, потому что нам нужны такие практики, и нам для развития… Только не уходите. И расставьте. До конца вверх. Я не на ту кнопку жму, короче. Спасибо действительно огромное, потому что это очень интересно, и в том числе вопросы и для нас в части разработки определенных технологий. Потому что, когда мы сейчас говорим, ну, вот вы сейчас рассказывали про прививки, про заказ конкретный на, извините, селекцию по двое. Да. То есть это вот то, где мы реально можем, ну, обсуждать. Я не говорю сразу закалять, что мы это готовы вот сделать, но это как раз конкретные вопросы, которые важны. И еще я услышал, вот вы сказали о том, что вы, опытный путем, у тебя в хозяйстве протестировали порядка 600 сортов арбузов и 400 сортов дыма – предмет наиболее подходящий. Вопрос с нашей стороны, в той части, где это не будет являться коммерческой тайной, это тоже информация, которая интересна для науки, для системы, для коллекции, для веков. В течение 100 лет вот эти образцы, которые мы изучаем, которые наши коллеги, наши предшественники изучают, эта информация собирается и накапливается для того… Сейчас мы уже начинаем работать инструментарием больших данных, то есть это огромный массив информации, связанный с физиологией, с фенологией растителей. Вот, но поэтому, что ВИР и эти исследования приведены не в каждой точке страны, поэтому пополнить описательную базу данных, которые у нас есть, по крайней мере, по тем и бросам, по крайней мере, по тем сортам, которые есть в коллекции, вот этой дополнительной информации, это будет еще и ваш вклад в собственное развитие науки. Здесь было бы действительно интересно. Но и возвращаясь к теме продвижения отечественных сортов, и на самом деле то, что отечественная наука жива, развивается и на самом деле имеет потенциал определенный, вот это предложение о нашем участии в жюри, я имею в виду Анну Гедриховну, то есть моих коллег. Нет, я не напрашиваю, я не говорю все-таки о специалистах. В жюри здесь должны участвовать те люди, которые глубинно понимают процесс того, о чем они судят. Вот, было бы интересно, и мне бы очень хотелось, чтобы контактный разговор между институтами, между стационарной командой, школой, которая есть здесь, и вами, продолжаться. Спасибо большое. Спасибо вам. Роман Александрович, подождите, подождите, есть ли еще вопрос? Нет, с Романом мы поговорим. Вы же слышали, что он сказал, то, чем мы занимаемся, мы примерно как викинги плаваем без компасов. Это наша работа на сегодняшний день, это прошлое, давнишнее прошлое. Это вот, мы работаем, если Бог нам что-то подарит. Вы слышали, как люди сейчас работают? Любой признак контролируется геном. Гены легко определяются анализом. Они берут сразу, посмотрели, тебе надо что, красный, вот такой длины полосатый, в конце будет точка, здесь будет такая плодоножка или чего. Они весь собрали генматериал, они источники знают, они собрали, компьютер им рассчитал, какую схему скрещивали сделать. Человеку осталось только так, или, или сделать, за счет лаборатории получить. Все, готовый материал. Чем мы занимаемся? Мы скрещиваем? Да, мы знаем, что должно так получиться. Но бац, природа не дала, как один в трём, а дала чуть-чуть по-другому. Значит, мы еще добавляем, еще пока найдем. И на этом уйдет вся жизнь. Вот ставить как надо уже вопрос. Надо оборудовать эти цены. Можно я все-таки очень коротко отвечу. В своем вступительном выступлении я говорил о том, что декоративные годы развития соответствующей работы в ГИИ пройдены. В прошлом году были созданы две новые лаборатории со средним возрастом сотрудников 27-29 лет. Лаборатория про регулярные селекции и лаборатория профтогеномных исследований. Примерно с тем, о которой вы говорите, собственно, и есть задачи для разработки именно этих лабораторий. Да, в России немного центров, где есть реальные люди, имеющие не только обученные работать с той же самой Крис-Паркас с лабораторией генетической технологии молекулирования генетическим материалом, но они есть. Это тот же самый Институт социологии генетики в сибирском отделении РАН. Это, на самом деле, коллеги в школтехе и в Институте общей генетики в Москве. Это ваши покорные услуги ЭМИРДУВИР. И эти работы сейчас ведутся. Но я бы все-таки предостерег. Оно не делается. И вот даже если вы в вагенинге приедете и скажете, вот мне нужен такой арбуз с такой вот плодоножкой, вот с такой вот точкой… Генная модификация… Нет, нет, нет. Я говорю не про модификацию. Я говорю про генное редактирование. Опять же, мы все говорим, ГМО, ГМО, трансгенные… Трансгенные организмы или геноминифицированные организмы это как вот для увеличения легкости томата были встроены гены червяка, обитающего там на краю марианской спадины. То есть то, что в природе… Т.е. то, что в природе… Т.е. то, что в природе… Т.е. то, что раньше выращивался в теплицах, сейчас вообще нет. Вот. Я сейчас говорю о другом. О геномном редактировании. Геномное редактирование – это современные технологии, которые, на самом деле, делают то, что и раньше делали селекционеры. Тот же Грегор Мендель, встречивая свой горох и выбирает, да? Он просто не знал, какие конкретно гены отвечают за желтые или селекционеры. То есть зеленый цвет – заморщинецтость или гладкость. Теперь мы это знаем. И, собственно, процесс создания сорта там 15-10-15 лет, он именно из-за того, что через случайные, хотя это тоже не очень случайные скрещивания, да? Через направленное скрещивание, но случайные по части результаты. Идет постоянный отбор, ну, плюс еще чуть-чуть ее селекционеры. Очень важно. Сейчас, когда мы говорим о генетическом редактировании, это не модификация, это, на самом деле, работа с той самой, той же самой наследственной информацией, с которой работает классический селекционер через крещины, только мы предметно знаем, что надо включить, а чаще всего выключить вот этот ген. – Ну, можно я объясню? – Да. – Ну, я… – Все-таки… – Я… – Вот, смотрите, чуть-чуть все-таки заводил, что… – Ну, не получится даже с помощью этой работы за год сорта. Не получится. Гибрид? – Ну… – Гибрид, гибрид, гибрид. – Ну, два. Ну, хорошо, когда есть вот вся вот эта, вся линейка, уже разложенная по пробирку, да, то, ну, хорошо, почти соглашусь. Но я бы здесь был бы очень бать, во-первых, это будет гибрид, во-вторых, еще пойти повторить на следующий год, чтобы он был бы таким-то. Вот. Мы все же с учетом мозаичности условий, изменяющихся условий, мы все-таки стараемся работать в направлении сортов. Здесь тоже мы должны ускорять, да, и потенциальность применения в современных технологиях и вот этого speed breeding, так называемого, ускоренность, селекции, создание, наверное, теплиц с контролированными условиями, когда мы можем получать с максимальным сокращением, так грубо говоря, пять поколений, ну, три-четыре поколения в год. Да, это возможно сделать, но все равно это период, я думаю, что четыре-пять лет для создания… – Можно выразить свое мнение, да? Ну, чтобы вы понимали, сейчас говорим не о генномодификации, чтобы вы понимали, то есть о правилах опыления, это называется генное редактирование, да? Вот так вот. Ну, пусть я, может быть, чуть-чуть неверный, но просто определенные мамы и папы нужно спросить, чтобы получить вот это. Вот это вот генное редактирование, далеко нигде на модификации, чтобы не напугать народ, да? Другой момент, по поводу сортов и гибридов. Можно я скажу, как есть? – Скажу, как есть. – Мы просто так говорим, потому что у нас нет возможности это делать. Вот так. То есть гибриды, да, они быстро получаются, да, получаются одноразовые, грубо говоря, семена. Одноразовые семена. Мы говорим о сортах. Сортах тоже нужно делать 15 лет. 15-10-15 лет, чтобы его довести нормально, 20 лет ему нужно сделать этот сорт. Вот. И, в конце концов, ожисть от колока. Да? Да. Роман Александрович, давайте к практическим еще. Вот рентабельность артурского проекта у вас. Я понял. Смотрите. По поводу. По поводу. Конечно же, я призываю всех знакомых фермеров, с которыми близко общаемся, чтобы все выходили на рынок и реализовывали в розницу. Почему? Потому что нужно миновать перекупа. Да? То есть, чтобы маржу получили сами производители. Ну, у кого это, кто-то это не тянет, кто-то не умеет торговать, кто-то нужно учиться. Учиться приспосабливаться. Мир становится сложнее, мир становится интереснее. Да, развиваются IT-технологии очень бурно. Надо поспосабливаться, надо жить, надо как-то выживать в этом мире. Именно так. Вот. Рентабельность, конечно же... Ну, вы не занимались бы этим, если бы уже сколько получился? 2014 год. Я вообще говорил, что я всего никогда не вернусь вот сюда. Взял, вернулся и вот мы это все разбиваем. Вот. Ну, точно так как-то. То есть, сколько процентов рентабельности? Ну, это сложно сказать. Там, например, в урожайный год одна летабельность. Ну, по количеству урожая только. И по количеству... В общем, среди. Среди. Ну, урожайность. Ну, насколько... Заплатив, вложив один рубль, можно получить три рубля. То есть, если анализовать в розницу. То есть, по сути дела, 300-400 процентов маржи, ну, по сути дела, там, 200 процентов маржи можно иметь. Да, там, 100 процентов уйдет на дополнительные затраты на реализацию. То есть, продавцы, там, была точка, перевоз, логистика, кассовые аппараты, проблемы с законодательными, то есть, правоохранительными органами, там, взятки или невзятки. Ну, давайте так уже... Так они арбузами берут. Ну, это арбузами, по-разному. И арбузами тоже. А знаете, арбуз это валюта. Валюта. Ты человеку не дашь 300 рублей, да? А дашь арбузом будет рад, да? За 300 рублей это не будет благодать. Да, да. За арбузом будет рад. Вот так. Роман Александрович, вот, в производстве у вас сколько сортов арбузов дынь? Вот в этом году? В этом году 42. Так я там, так скажу, 38 гибридов арбузов и остальные, ну, получается 7 сортов. Да, нет, 4 сорта арбузов получается и 38 гибрид арбузов. Дынь, вся сортовая. Ага, а сколько дынь? Дынь там получается раз, два, три, четыре сорта. Последняя сваля. Так, значит, сказка астраханская идет. Лада обязательно, Филопка и звали. Вот, поздний сваля. Вот, поздний свал. Ну, чтоб камера. Ну, вот так. А площадь под Бахчеве у вас? Ну, в этом году 60 гектар. 60 гектар. 60 гектар, понятно. Все вы реализуете в рознице? Да. Весь урожай? Ну, бывает, когда, когда хороший урожай. Например, вот в прошлом году мы получили на прививку там 64 гектара. И, получается, мы часть реализовывали, но мы стараемся реализовывать это не на местный рынок, а на Москву. Он отправляется подальше от Ставропольства. Дорога у вас проходит не федеральная? Нет. Это обычная, да, между сел дорога. Сейчас специально уже люди приезжают со Ставрополя. Персонально с детьми. От Ставрополя расстояние до? 38 километров. 38 километров. Ясно. Ясно. Друзья, ну, у меня есть еще вопросы. Я думаю, что в зале есть еще вопросы к Роману Александровичу? Нет? Опыт, который вы вращиваете? Это правильно или не правильно? Да. Мы их уже выращиваем сколько? Немного нет. Думаю. Лет по шесть. По пять больше. Ну, думаю, да. У нас есть испытательный участок. Мы раньше испытывали очень большие площадя. То есть бывало в год по сто гибридов испытывали, да. То есть уже отбились, так сказать, сказали, не, не надо. А то фермы, кстати, очень сильно везут на испытания. Только дай им хороший отчет на испытания. А так фермы прям бегом. И, ну, вот эти вот, они уже испытанные. Конечно, каждый год чуть-чуть добавляют те, которые мы видим, что могут быть перспективными. И испытываем, испытываем, испытываем. Ну, каждый год все равно нужно объявлять нового корпуса. Роман Ольфович, вот на сегодняшнем, мне более полевая часть имеется в виду, что-то для себя вот взяли на заметку, может быть, на что обратить внимание, если и из районированных уже, вернее, внесенных в гоэрс-реест районированных сортов, может быть, из тех, которые планируются... Ну, я бы хотел бы испытать, конечно же, дыню сначала. Мы не вводим сразу в производство, а сначала берем семена, испытываем, и потом, если там год-два у нас дает результат стабильный, то его вводим в конвейер. А второй оборот какой у вас вообще? Ну, тысяча гитар. Я понимаю. Второй оборот, значит, рапс, пшеница, ячмень, аргус, пшеница, рапс. Вот так вот. Мы про пшеница, у нас в лагере. Если выбирать, что прививать, сорт или гибрид, то лучше гибрид прививать, потому что он на интенсивном, то есть дает определенный плод. В растении заложено, что он будет аргуст не больше 8 кг, или не больше 12 кг, и зачастую гибрид он выровняет. Сорт, он будет скакать вот так вот. Эффект будет однозначно. Но стабильность, если вы там, например, пол там сдаете, при перекупе скажут, мне только вот такие. То есть у вас будет разбег, часть останется на поле аргуза. Вот. А если гибрид, например, его соберут 95%. Но я самому-то можно отдавать, кто таков мы любит, кто-то садится. Если у вас розница, конечно, конечно, можно будет это. Какие гибриды используют? 42 гибриды, так. Ну, 42 гибриды. Ну, в основные есть купить? Ну, давайте так. Если сакхат взять, придется другим. Вот так. Ну, давайте я все выводить не буду. Мы запратили 10 лет для того, чтобы это понять, поймите. И я все открыв не могу. Ну, пройдите тот же путь, пожалуйста. Но к вам можно приедет. Да, можно приедет. 6 сентября приезжайте. Да, 6 сентября приезжайте. Хорошо. Роман Александрович, и, наверное, заключительный вопрос. Вот, если у нас получится еще через год на этой площадке проводить День Поля Бахчевого, то вот что бы вы посоветовали, вот что бы было вам, вот как АСУ, интересно? Мне АСУ. Что нужно? Вот в этом у вас ознакомительная встреча. Да. Ну, знаете как, ну, видно, что не хватает специалистов времени или специалистов дополнительных, чтобы довести сорта до конца. Ну, давай, я говорю про клясть. Мы разговаривали на поле. То есть, подарок солнца. А РУС желтокурый в красном внутри. Обалденно. А РУС сладкий. Все, нормально. То есть, его выращиваешь. Ну, блин, если сажаешь на поле его, то получается как? Так, 30% зеленый с полосами, они уже считаются не товарными. Приходится тогда выгоднее взять гибрид за 3 рубля сенечки купить, и у них он выровнен будет. Вот так. Ну, то есть, ну, так как есть, говорю. То есть, выгоднее. Сорт, даже если на поле будет 30% некондиции, это выгоднее, вроде бы, кажется, как семена купить, чем за 3 тысячи рублей килограмм. Да? Это выгоднее будет, чем за 3 рубля сенечки покупать гибрид. Но, не предугадаешь где-то, что это будет, вот в этом-то и за него стоит. Да. Вот так. Ну, спасибо, что пригласили. Нет вопроса. Нет вопроса. Нет вопроса. Нет вопроса. Алексей Алексеевич, вот ваша политика сорта, она нас приведет никуда. Мы потеряем, вообще растеряемся весь научный потенциал. Хотите, вот, ну, правду, да? Фактически, только сейчас недавно стали платить зарплату чуть больше. А так все ученые, они нищие. Хотите правду узнать, что дали Генрих Адамовичу за его вот эти годы, которые он здесь провел, где он стоял на карачках, на коленях, ползон скрещивал. Что у него есть? Я думаю, у него квартиры нет шикарной. Нет у него шикарной машины. Ничего нет. И посмотрите на селекционера. Делая гибриды, используя вот эти современные методы, мы сможем защищать свою интеллектуальную собственность. Мы можем, селекционер, получать свои деньги за вот это, за голову. А так, что такое сорт? Сегодня ты его продал, завтра это уже стал народным сортом. Законы, которые по охране придуманы, они у нас не работают. Ты можешь брать лицензию, можешь не брать лицензию. Ты можешь делать на этот сорт патент, можешь не делать, потому что он все равно не работает. Для меня лично, вот я беру сорт, даю. Я не беру сейчас уже, я до чего дошел, я ввожу сорт, и я на него не беру патент, потому что это бесполезно. Я сегодня килограмм продал, завтра слышу, там, там уже выращивают. И у меня никто это не спрашивает. А в окончании, значит, я, когда у меня бывает, такой вопрос задаю. Да есть сегодня видео по-настоящему, можно я семечку возьму. Когда берешь семечку, то помню, что ты лезешь ко мне в курман. Ты кусаешь кусок моего хлеба. Я положил жизнь, я это создавал. Для чего? Для чего получать какие-то дивиденды. Что ты, производственник, пришел ко мне и купил у меня семена. По крайней мере, здесь. Я нарабатываю оригинальный материал. Я делаю элиту. Это, ну, хорошее. Чтобы кто-то у меня ее купил и получил нормальный урожай. Но когда ты вырастил и берешь семечки с моего, и потом для того, да, тебе, ты экономишь на этих семенах. Но я говорю, помните, в этот момент вы лезете ко мне в карман, вы отбираете у детей кусок хлеба. Или как еще сказать, у моих внуков. Ну, это так и дело. Ну, это, мы виноваты сами. Гибриды. Молодцы, иностранцы. Построили все на гибридах. Ничего вы не возьмете. Возьмете у них семечку с гибрида. Ф-2. Посмотрите, что творится. Что с кукурузой. Что с подсолнечной. Один уже отцвел. Другой так вот торчит, цветет. Так же и будет и с арбузами, и со всеми остальными. Будут и пуфики, и дурки будут. И кредит. Ничего у вас не будет. Я вам скажу. Эти, вы не делите. Но мы молодцы. Они молодцы. Они сумели защитить свою интеллектуальную собственность. Мы отстаем. Сами виноваты. Нехватка в финансировке. Уважаемые коллеги, Виктор Оле todas, спасибо за Ваши выступления. Хотя отчасти вы тут же ответили на свой вопрос, потому что мы Мы все-таки уже на час превысили исходную программу. Это показатель того, что тот разговор, который происходит, он интересен и интересует всех. Маленький комментарий. Мы не решим сейчас в ходе этого разговора всех проблем. Я согласен с вами в том, что, конечно, очень многое должна определять и правовая культура, и культура хозяйства. И она отчасти была утрачена. Сейчас она только делает первые робкие шаги по восстановлению ее. Если вы услышали в моих словах, что у мира по лицу исключительно создание сортов, вы не совсем правильно услышали меня. Да, мы делаем определенный акцент на это. Опять же, исходя из того, что порядок культуры, получение гибридов связано с необходимостью внедрения определенных технологий, где мы еще не совсем готовы. Второй, безусловно, первый аспект – это аспект кадровый. Как я уже говорил, непосредственно в ВИИ селекция по определенным культурам осуществляется там, где есть школа, и где есть тот самый селекционер, тот человек, который работает в системе мира и интересуется, занимается селекцией именно вот такой культуры. К сожалению, за 90-е годы ряд направлений был утрачен. Очень многое направление было утрачено. Мы сейчас стараемся то, что необходимо сейчас и на современном уровне возродить, восстановить. Но вот я тоже крайне услышал, только что была дискуссия по поводу того, что кадры. Успех и интерес, повторяю, интерес, который сейчас, ну, по крайней мере, декларируется на государственном уровне, именно к генетическим исследованиям и практике в области генетики растений, он дает нам основания быть немножко более оптимистичными. Повторяю, вот две лаборатории, которые мы создали в прошлом году, и мы, это только один институт в системе, вот они, эти лаборатории привлекли порядка 30 человек молодых, повторяю, в средний возраст, 27-29 лет, это хороший показатель. Но вот это понимание нашей зависимости от растительных ресурсов, оно пришло несколько позже, чем внимание к здоровью. И поэтому там медицинская генетика, она опережает, наверное, российскую, она опережает в нашей области исследований, ну, лет так на 7, вместо того, я бы сказал, на 10. Надо не забывать, что еще в генетике мы только-только оправились от Лысенковщины. Поэтому говорить о том, что в практике работы людей надо отдать им огромное, отдать должное и вам, и школам мира, и школам других институтов, что люди, старшее поколение, сохранило школы. Школы, отдельный поклон Гермиху Адамовичу Тихоновичу Ида, Геннадий Пшениевеву на Крымской станции Косточковой, Куркиеву, Третья Калия и Пшеницына, Дагестанской станции, Владимир Ильичу Кобылянскому у нас в Петербурге, РОЖ. А, вот это вот, Вир и Патриархи Вир во многом сохранили тяжелый период, вот эту школу, которая есть. И поэтому, повторяю, что, несмотря на тяжелую историю, я сейчас с большим аутимизмом смотрю на возможности развития своих направлений. И интерес, который сейчас проявляется со стороны молодежи, потенциально, начинает развиваться благодаря тому вниманию, которое в средствах массовой информации происходит. В общем, я бы сказал так, нам необходимо объединять усилия по позитивному взгляду на речь. Если мы будем говорить, что все-все плохо, мы полностью отстанем, ну тогда давайте завернемся в простыню и поползем на ближайшее кладбище. Потому что только оптимизм, на самом деле, двигает вперед возможность. Я вас перебил, а то нас, наверное, неинтересно слушать. А социалит, наверное, неинтересно слушать, но мы должны сотрудничать, сотрудничать друг с другом. Вот прекрасный пример, который есть в части проведения конкурсов. Давайте, давайте идти туда, и мы, ученые, должны идти туда. Мы должны продвигать эту тему. И я согласен с вами, я предлагаю, что продолжить эту конкурсию за чаем, поскольку не факт, что она особо интересна большинству и присутствующих здесь.